Здравствуйте, дорогие друзья! У нас в Премьер Лиге встречается Родос и Градус. Первая встреча восьмого тура. Сегодня на дворе у нас 6.35 время. Ну и, конечно, сразу давайте перейдем к составу. У Градуса сегодня немного игроков. Сегодня у Градуса всего лишь 5 человек. Боровик Иван Воротов, Кулик Руслан, Якименко Александр, Калита Вячеслав и Мирошник Артем. Ну, конечно, наверное, хотелось бы побольше видеть игроков в составе же Родоса сегодня. Сахно, Андрей, Нищенко, Юрий, Тичина, Александр, Ковалев, Константин, Нищенко, Валентин, Довбыш, Дмитрий и Макровольский, Андрей. Сахно! Сахно на Птычину. Снова Сахно. Дмитрий, Довбыш. Калита. Герошник. Снова Калита. Слава отыгрывает назад. Кулик. Сахно на Птычину. Снова Сахно. Родоса в своей манере, ну, на самом деле контролирует мяч. Неудачно для них складывается старт сезона и середина. Уже будем так говорить, которые у нас сейчас в данный момент. Восьмой тур, я напомню. Из 14 туров мы уже перевалили за экватор. И как-то все-таки не сопутствовала, наверное, удача. В чем-то, в каком-то аспекте Родос проигрывал. Но сегодня есть шанс выигрывать градус. У градуса, у ребят сбор, повторюсь, 5 человек. Этого недостаточно для двух таймов. Для двух таймов высокого темпа. Но все же, Якименко Александр проскочил по правой бровке. Не хватает, конечно же, сегодня Руслана Якименко, который, между прочим, стоял, будем так говорить, не стоял, а сфалил дважды в прошлом матче. И по сумме двух желтых карточек вынужден пропускать этот тур. Конечно, это потеря, однозначно. Потому что это лидер команды. Вместе с Калитой и Тимченко, ну, набили мячей немало в этом сезоне. Даже учитывая то, что сезон, казалось бы, для градуса один из самых непростых. Всегда симпатична мне была эта команда в плане самоотдачи. Они очень, очень динамично и хорошо могут навязывать борьбу любому сопернику. Казалось бы, непонятно за счет чего это у них получается. Но это получается. Калита. Вячеслав короткой передачей на Мирошника. Мирошник назад на Кулика. Руслан. Ну и Кулик Руслан тоже назабивал кучу мячей, но у него как-то порывами. То хорошо, то нет. Но вот он есть первый мяч. Реализовывает его Кулик Руслан с передачи Калиты. Это у нас, друзья, четвертая. На секундочку, минута. Даже я бы сказал, легко. Долбыш. Дмитрий Назахнова. Сверху. Еще один. Калита. Екатеринский. Назахavic. Либис. Сверху. Калита. 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 Сверху. Калита. Быстрый вброс от голкипера Добыч Дмитрий, ведет мяч, пробует раскачать, проходит мимо двух игроков, ну и тут интересное решение, достаточно от Гвалева Константина, сразу вперед, сразу к воротам, но результата не принесло. На линии, все в правилах, все в рамках. Вот и Щенган, который сегодня закрывает там ворот от Родоса. Калита, закрыли позицию для передачи, грамотно здесь сыграл Родос, Добыч, Дима правее переводит на Сахно, а вот тому ничего не оставалось, как плотно пробивать в сторону ворота, и все правильно, все верно. Ковалев, Махновольский пробегает уже мимо, не совсем это продуктивно. Кулик на Мирошника, снова Кулик. Калита. Высоко опекает Родос, просто по игрокам, не играет в зонную оборону. Кулик. Калита, хороший дриблин, двоих обыгрывает. Ну и прежде всего тактически, грамотно, не продолжает вести мяч дальше, хотя мог устоять на ногах. Это верное решение, которое ведет за собой штрафной. Полевому флангу. Сегодня есть Трегуб, который поддерживает команду, играть он не будет, но он поддерживает, и мы, конечно же, желали бы скорее его уже увидеть в поле, на каком-то из матчей. Ну и если повезет, я думаю, под конец туров он сыграет. Есть заявки, но, к сожалению, пока что травма не подваляет. Ну и еще играть. Кулик. Калита на Мирошника. Сахно. Ковалев. Хороший нарез по диагонали для Мирошника и отрабатывает в Нищенко. Подчищает. Нищенко, ну, на всякий пожарный просто туда же мяч направил. Ковалев. Кровольский. И ударная позиция. Боровик с фрикошетом реагирует успешно для градуса, но Родес продолжает давить, давить вторым темпом. Тичина. Тичина. Кровольский на Александра Тичину. Мирошник. А вот здесь ненужная ошибка и второй пас на голкипера, вернее, второй касание. И супер шанс тут же у Ковалева, который не реализовывает. Хотя, я думаю, что Родес близки были к тому, чтобы открывать счет, будем так говорить, сравнивая. С градусом. Но что происходит? Обыгрывает Кулик Руслан Ищенко. Обыгрывает Кулик Руслан. И второй мяч. А? Здесь, наверное, закрадывается вопрос, чего не хватает Родесу, чего не хватает для того, чтобы как минимум хорошо играть против градуса сейчас, когда тех всего лишь пять, без замен. Тонуса, темпа, ну решать вам, на самом деле, чего именно. Классная передача в диагональ, не готов к ней полностью Александр Тичина. Конечно, Максимова будет немного не хватать сегодня. Пирожник. Так, ну на Доубыша. Тичина. Нищенко. Опасный стейк, друзья. Боровик и Доубыш вместе. Хорошо, что Димас... Это не Боровик был, там Нищенко был, прошу вообще. Сможет Юрий продолжать. Но чуть позже вынужден уйти на замену, чтобы не задерживать темп матча, игру матча. Калита. Руслан Кулей. Пирожник. Интересное решение выбрал. Но Диас в борьбу и в итоге отбирает мяч у него Родос. Тичина. В такие моменты задаешься вопросом, чего вам не хватает, чтобы забить, когда вот очень нужно. Классно вывели Ковалева. А мяча результативного мы не увидели. Тичина навешивает, два футболиста подчищает удачно Константина. И свою атаку начинает Калита. Калита. Добыш, скрытый пас. Ковалев. Тайм аут у нас, друзья. Градус. Желает отдохнуть и правильно делать на самом деле. 2-0 я напомню на счет. Тайм. Градус. Муравейк. Добэш, Тычина, Говалев. Снова Дмитрий Добэш. Хорошо, очень так интересно перемещается в своем стиле. Родос, но вот завершения по-прежнему немного не хватает. Дмитрий Добэш. Сахно. Саша решил пробить. Не раз забивал такие мячи дальние, на самом деле. За свою какую-то практику у нас на турнире. Но Боровик особых предпосылок на какую-то неуверенность сегодня не показывает. Вернее, я думаю, что у него их просто нет. Этой какой-то элементарной неуверенности. Есть большая стабильность. Есть пиковая какая-то форма. Да, вопрос, есть ли пиковая форма сейчас. Но эти удары не заставляют задать вопрос самому Ивану, себе. Удары должны быть куда интереснее для того, чтобы поражать ворота градуса. Этим и отличается эта команда. Надо продавить, найти. Или разыграть. Но разыграть с уверенным ударом и завершать. Мирошник. Мирошник вперед. Потерял мяч на ровном месте. Где-то местами начинает просматриваться какая-то легкая такая неточность при передаче. Это, конечно же, результат усталости. Неплохой сейф и тут же тайм-аут. Интересно, какая минута у нас? Сейчас я подскажу. Тринадцатая минута. 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 Значит, Дмитрия Добыша сваливается мяч с ноги у девяносто девятого номера команды Родос, прошу прощения, Макровольский. Напором просто заставляет ошибаться Калиту. Нищенко, Сосно, Добыш Дмитрий. Макровольский, снова Добыш. Калита ускоряется отлично, скорость показывает, но тут грамотно сближение заставляет снова ошибиться Дмитрий Добыш, угловой. Боровик. Ван Боровик на центр бросает, клик, хорошо, грамотный корпус поставил, но в итоге в сумме потом борьбу проиграл Андрей Захно. И снова Родос вяжет, вяжет мячок, контроля мяча. Аут для Родоса. Перехват от Калиты. Мишлав играет направо, Мирошник. Где-то я это уже видел, как и на других воротах. На градус это, наверное, не совсем похоже. Добыш. Макровольский. Отличное решение от Калиты. Классно он уходит, раскачивай дальше. И есть третий мяч. Начинал-то все. Калита, Вячеслав. Да, Александр Якименко отдал голевую. Но Мирошник забил этот мяч. Нишенко. Ковалев. Тычина. Александр Тычин. Основа на Ковалева. Константин. Александр Якименко. Минищенко. Мирошник. Ошибается. Тычина. Добыш. Влево, конечно, было бы эффективнее в данной ситуации. Но как-то пас отдал. Ай-яй-яй. Неплодная, друзья, комбинация. А Минищенко реализовывает. С передачи Тычины. Я вам скажу, такой гол можно даже записать в кандидаты на попадание в топ по той причине, что сама по себе комбинация красивая. Может быть, конечно, динамики ей чуть не хватало, ширины. Но неплохо. Посмотрим, что у нас там будет в восьмом туре. Добыш. Кулик. Долго с мячом был Кулик и проиграл борьбу. Добыш. Снова Дмитрий Добыш. Ковалев. Мечте решения Добыш. Играет нам Нищенко. Ковалев. Игра в стенку. Дальше ничем не заканчивается. Она в итоге... Добыш. Сахно. Ковалев. Снова Добыш. Александр Тачина. Как вяжут по контролям. Хорошо. Желтые. Прошел Дмитрий Добыш. А вот тут в касание бить можно. Александр Тачина зачем-то два их сделал. Зачем? Калита. Ещё одна замахи. Ускоряется. Пробегает просто Александр Тачину. Итак, включить листок, первый тайм окончено, я напомню про счет, 3-1 пока что до игры, команда градусов. Продолжение следует... 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 Бравик Клита Ковалев сохраняет мяч Лёбыш Передача читалась в данной ситуации Снова Много через пас пытается Родос разыгрывать Это красиво, но не всегда это выгодно Лёбыш на Тачино Ковалев Ставит корпус Отлично Александр Якименко пробивает Лищенко выручается Дима 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 Поехали Дима Кулик Кулитана, Кулика Фан разворачивается Качнул там Акровольского Ударить Андрей не позволил Тут же вперед начинает атаку своей команды Ой, как хорошо это смотрелось Ну вот бить кто-то Должен Вот без удара все-таки не будет завершений Никто не берет на себя ответственность Играет красиво Но вот вишенку на торте Забрать не могут Это волевой мяч От Андрея Акровольского Просто на характере, не стали выдумывать, сыграли проще Это результат принесло Вдохно Мяч уже покинул пределы поля Мяч уже покинул пределы поля Добыш Добыш А когда удар в створпа был, то почему это, как говорится, обсуждать Неплохо Неплохо Клик Куслану ходит вправо, сильно хлестко пробивает Неплохо 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 О том, что не все так гладко проходит Во втором тайме Учитывая, что Пять игроков Как ни крути Устают больше, чем все Добыш Добыш Александр Якименко Календар Желтая для отечины, друзья Видел Видел момент Нанесения удара И парирует Слабая, достаточно передача Такое впечатление, что устал Просит время остановить Но уже мяч продолжается Можно запускать снова Мирошник Раскачал переступами Вправо Ну, мельчат там с пасом На самом деле, вот Загнал себя Одновременно Мирошник Если бы слева кто-то предлагался Конечно, это куда выгоднее было Так, наверное Ну, обыгрыш хороший Можно даже бить, на самом деле Там, как бы это странно не казалось Ищенко Сохно Сохно Снова сохно Тобыш Ставит корпус Кулик там активно навязывает борьбу Нищенко Ковалев Сейф От боровика Да-то какой Минута какая Не нужна Заморозка Как сказал Иван Хотя Непонятно, куда там был стык Тобыш Это поэтому Активизировались они не на шут Мирошник И Дубыш И Дубыш И Минищенко Опекали рядом В итоге Отбор состоялся Аутфиш для градуса Корректирует Корректирует заменами Сейчас Родос Понимая, что нужно освежать Освежать матч И продолжать давить Соперник Времени не так много Остается Боровик Клита Александр Якименко На Кулика Руслана И дальним ударом Кулик попадает И пробивает Сохрана Тычина Долбый Долбый Боробик, прошу прощения А вот он уже Долбыш Макровольский Рука была там, друзья Конечно Долбыш Играл хитро Передачу отдавал Но стенки было достаточно Чтобы зацепиться За этот пас Угловой разыграли Снова аут Родоса И ошибка Причина Дровольский Кулик Крита Долбыш подхватывает Быстрый разыгрыш Аут Градуса И ошибка Тычина Тычина Сохно Тычина Читалась передача Но есть Есть шанс еще Андрею как-то пробить Бодаются там корпусами Четыре футболиста Полностью Родос на половине поля Сейчас едва ли не в штрафной Градуса Это проблема Не широко стояли И элементарным каким-то напором Осуществить задуманное Не получается Кулик Мирожник Манишка Манишка А значит что понадобится Манишка для того чтобы выпускать пятого Продолжение следует... Развучал свисток И как говорится время пошло Родос попробует Большинством взять ворота К градуса Я напомню что счет у нас 4-2 И шансы у них для этого есть Нищенко Юрий назад Сбрасывает Добыш Налево Сохно на Добыша Ну нужно было бить Ковалеву Вот эта передача явно лишняя Добыш Смелое решение принимает достаточно Как мы видим в момент удара Дмитрий Сохно на долю левую А минута у нас Всего 3 минуты на задуманное Как минимум остается у Родоса Валев Калита Да Смелое решение Смелое решение Добыш Добыш Зачина на Мнищенко Точнее это на Сохно было Передача подводит меня зрение Зачина снова на Мнищенко Добыш Саша переводит правее, Ковалев, неуверенный пас назад. Такой, я бы сказал, сбивающий темп. Нищенко, Сахно. У нас вынужденная пауза. Как я понимаю, в раздевалку мяч улетел. Две минуты остается. Даже меньше. Минута пятьдесят, если я правильно вижу. Потому что табло находится параллельно на моем уровне. И градус берет тайм-аут. Кулик. Кулик. Как хорошо тянет время. Пытается выдавить, но не утоми. Мы видим одиннадцатый номер градуса. Ищи фолк. Минута фолк. Ищи фолк. Бегерет. Бегерет. Ищи, нещи, нещи, нещи. Минута фолк. Зачем-то сам решил идти с окно, но вместо того, чтобы через передачу играть, часто начали брать на себя игру в ненужные моменты. Желтая карточка, вторая, жесть! Не в мяч здесь играл Александр Течино, ну и понятное дело, что эта красная меняет всю ситуацию. Конечно. Теперь с пятым всего четыре футболиста радость. Ну а шансов они не теряют, как мы видим. Идут вперед. Нищенко. Обэш. Оуна у Нищенко. Боровик. Угровольский. Захно. Сильная передача и пустые ворота сейчас. Есть забитый. Есть забитый, как я понимаю, от Кулика в последнюю секунду. Вот такое у нас завершение. Пять. Три. Друзья. Оуна. Оуна.